всем привет приветствую вас на своем канале меня зовут алена и в своем пилотном выпуске я бы хотела вместе с вами сделать распаковку одного потрясающего аромата от бренда зоологист который называется хамелеон собственно сам флакончик прежде чем мы начнем я бы хотела рассказать чуть-чуть о бренде отчитывая свою историю он с 2014 года его основателя зовут виктор вонг и все ароматы этого бренда название подсказывает до посвящены разные животные это не означает что хамелеон будет пахнуть хамелеоном это лишь означает что в каждом аромате зашифровано послание которое будет раскрывать нам сущность каждого животного или то как это видел парфюмер отдельно хочется упомянуть что бренд не использует в своих композициях продукты животного происхождения это все синтетика поговорим конкретно об аромате хамелеон парфюмер хамелеона дэниел пэши и когда виктор вонг пришел к нему чтобы предложить ему сделать композицию на тему хамелеона дэниел рассказывает что он сразу вспомнил просто в мадагаскар и сразу вспомнил еще о том что на мадагаскаре представлено огромное количество видов хамелеона дэниел недолго решал на основе чего он будет делать свою композицию и выбрал две основные ноты которые будут являются основной частью аромата это ноты мадагаскарской ванили что логично и нота и ланг и ланга забегая наперед скажу что то и ланг и ланг здесь потрясающий для меня это один из эталонных парфюмов на тему и ланг и ланг давайте рассмотрим поближе сам парфюм такая обложка выпускается последнее время до этого не были книжки значит на обложке нарисован сам хамелеон вот в такой вот гавайской рубашки и то что отличает этот парфюм от других представителей животного семейства бренда что здесь вот так вот красиво да вижу видно переливается надпись хамелеон то есть других композициях просто написано черным а здесь сделали вот такую вот отсылку потому что хамелеон меняет цвет и вот здесь сделали вот такую красивую голографическую штуку упаковка идет без целлофана зоологист не упаковывать в целлофан я кстати думаю что это тоже это мои догадки это не проверенная информация но я думаю это просто для того чтобы подчеркнуть что они поддерживают животных и не как бы использовать лишний пластик чтобы потом среду этих самых животных засорять за что я им ставлю жирный жирный лайк люблю такое дело у меня здесь еще приготовлены кухонные весы которые точны до грамма я бы хотела взвесить сам парфюм коробку и крышечку для чего вам может понадобиться этой информации допустим если вы будете пересылать по почте кому-то или допустим ждать от кого-то по почте вы уже будете знать примерный вес и сможете рассчитать стоимость посылки либо второй вариант это если вы будете покупать остаток во флаконе с рук вы сможете просто попросить продавца взвесить его флакончик и зная уже сколько весит целый флакончик и сколько грамм осталось у продавца вы точно можете узнать остаток парфюма во флаконе ну соответственно потому что 1 мл жидкости весит 1 грамм собственно давайте начнем единственная защита от вскрытия которая есть в бренде зоологистов в этой итерации флаконов это две небольшие наклейки сейчас покажу две небольшие наклейки здесь и здесь снять наклейки так чтобы потом заклеить их аккуратненько обратно не получится я не пробовала но предполагаю поэтому сейчас мне для этого есть ножницы я разрежу сзади кстати указаны ноты вот здесь есть фотография парфюмера вот он такой красивый вот и просто общая информация про парфюм написано опять же про мадагаскар про то что кстати в интервью который дэниел давал бренду зоологист большой расширенный его все прочитала он сказал что хотел бы чтобы аромат являлся как бы зеркалом всего того что нам можно найти на мадагаскаре то есть хамелеон зеркалить своей кожицей всю окружающую его среду собственно поэтому этот аромат на тему фруктов на тему иланг иланга на тему яркого солнца он действительно очень солнечный очень поднимающее настроение я от него в восторге подробности чуть попозже расскажу в общем да собственно дальше у бренда обычная стандартная нишевская упаковка как правило все нишевые парфюмерные дома используют супер обложку а дальше упаковки довольно станет стандартизированы собственно как отличить нишевый бренд от люкса скорее всего будет вот так вскрываем ножничками я тот еще адепт упаковки я все коробочки сохраняю особенно если они красивые здесь они красивые очень-очень аккуратненько да кстати обращаю внимание здесь это картон но он сделан как будто бы под кожу но хочу сказать что у меня есть еще пчела и она немножко предыдущего мне кажется выпуска и вот здесь сделано как бы под кожу а пчела именно картонная то есть если вы будете находить коробочки с разной текстурой не пугайтесь это нормально я думаю что это просто зависит от выпуска к выпуску открываем вот так вот выглядит сам аромат кстати здесь дальше продолжается тема вот этого переливающегося ободка и мне очень нравится а сзади тоже самое здесь нанесена такая же голографическая наклейку не знаю что краска и он действительно сияет всеми цветами отдельно я хочу сказать признаться в любви иллюстрации бренда потому что вот ради этих картиночек если вы претесь по визуалу вот просто на полочку поставить и красота значит давайте взвесим сколько же весит вот так вот флакон с крышечкой мои весы показывают 332 грамма взвесим еще отдельно коробку целиком 125 имейте ввиду хочу еще взвесить отдельно крышку это возможно тоже кому-то будет нужно если вдруг при покупке крышки почему-то не будет на флаконе чтобы вы могли вычесть ее вес а крышка кстати довольно увесистая здесь логотип бренда это кожа ну конечно же это это кожа и все это металл то есть это не пластмасса 43 пару слов о флаконах мне очень нравится оформление безумно и выглядит это очень красиво они немножко скошены так чтобы красиво показывать нам иллюстрации животных уже не терпится нанести у меня приготовлен плотом к счастью ли к сожалению я знаю как пахнет этот аромат поэтому возможно прям сейчас мне не будет какого-то вау-эффекта но поверьте каждый раз его обоняя происходит какое-то волшебство это холостые шпшики он безусловно фруктовый пирамиде еще заявлено манго кокос морская вода соль и там еще есть такой довольно занятный аккорд который называется аккорд нежной кожи но кожи не лазер а кожи скин то есть на фрагрантике нарисована просто девушка которая вот так вот ручку к себе прислонила и знаете что я вам скажу я очень хорошо его здесь слышу потому что есть вот это ощущение я конечно думаю что это дают какие-то фрукты вот эти вот желтые франжи пани там есть франжи пани и судя опять же по сайту фрагрантика люди которые голосуют за силу звучания определенных нот пирамиде говорят что франжи пани слышно очень хорошо но больше чем франжи пани мне здесь слышится карамбала знаете такой фрукт в виде звездочки его еще в нулевые часто возможно сейчас делают я не знаю сделали срез и надевали красивый на коктейли и получалось просто такая звездочка на края бокала и вот он такой имеет кисло-сладкий вкус и у этого аромата если обонять его с блотера точно такой же кисло-сладкий вкус прям привкус во рту и вот эта сочность фруктовая она очень грамотно балансирует это не скатывается в какую-то фруктовую пошлятину знаете вот если такие фруктовые компотики нет плохих парфюмов на каждый парфюм найдется свой любитель но вы я думаю понимаете о чем я это не эскада фруктовая это не какие-то там не знаю марк джейкобсы ничего подобного я такого в люксовом сегменте никогда не встречала обычно фрукты именно скатываются в такое что-то попсовое тусовочное опять же возвращаясь к эскаде с таким настроением неоновым здесь же совершенно другое настроение здесь настроение вот этого острова мадагаскара тут здесь есть и зеленые вот это листва сочные фрукты и опять же возвращаюсь еще раз повторюсь аккорд вот этой нежной кожи действительно как будто лежишь на солнышке и просто слышишь как пахнет твоя кожа здорово и помимо всего прочего я очень рекомендую прям максимально рекомендую нанести его на кожу не на блота потому что это тот аромат который прям нуждается в том чтобы его немножечко подогрели подогрели теплом своего тела поэтому приходите магазин если вдруг он продается вас в магазине если вы покупаете вслепую какой-то отливантик пожалуйста не делайте выводы только нанеся его на блотер нанесите на кожу я у меня был маленький отливант вот буквально не знаю там два миллилитра после которого я прям влюбилась в этот аромат еще больше очень я наносила прям вот сюда под ключицы и надевала свитер и через свитер разогреваясь на моей коже поднимался просто невероятные красоты аромат и возносил меня куда-то в небеса я могу очень долго разговаривать о том как мне нравится этот хамелеончик но я думаю что ароматы нужно помимо того что слушать рассказы о них еще нужно слушать их самих поэтому рекомендую приложиться кстати говоря если говорить о безопасности покупки вслепую я думаю что в принципе он вполне себе безопасен это не разочарует вас до такой степени что вы не сможете сделать хотя бы один пшик на себя то есть я сто процентов знаю что есть и такие ароматы но этот довольно безопасен в плане покупки вслепую по крайней мере хотя бы купить небольшой отливантик кстати у бренда еще есть travel и к сожалению я не помню объем то ли 7 то ли 8 миллилитров такие небольшие ручки но в пересчете стоимости они стоят как-то слишком дорого по отношению к флакону вот этот аромат на официальном сайте стоит 165 долларов я его купила в магазине который официальный их у нас дистрибьютирует за 190 плюс минус с учетом пересылки напоминаю что бренд канадский с учетом даже пересылки вам то на то и выйдет надеюсь вам было интересно пожалуйста поставьте лайк если вам понравилось это видео так я пойму что такой контент вообще имеет место быть и он кому-то нужен напишите пожалуйста чего вам не хватило чего бы хотелось больше что понравилось что не понравилось обязательно почитаю если вдруг что все ссылки оставлю в описании и до новых встреч они будут совсем скоро пока и и и и и и